Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики нашего канала. Мы ради, что вы с нами. Итак, начнем. Таджикистан и Кыргызстан завершили отвод войск от границы, обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана остается стабильной Таджикистан, и Кыргызстан выполнили отвод от границы своих воинских подразделений, сообщили в погранслужбе ГКНБ Республики. Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии газграницы вглубь своих территорий, говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время продолжается работа совместной комиссии по осмотру приграничных территорий. В ГКНБ Кыргызстана подчеркнули, что обстановка на границе с Таджикистаном остается стабильной. Так, за прошедшую ночь не было зафиксировано ни одного инцидента и перестрелки. Конфликт на таджикско-кыргызской границе, конфликт на границе, Таджикистана и Кыргызстана, разгорелся поздно вечером, 28 апреля. Ситуация обострилась из-за спора о принадлежности водораспределительного пункта головной, который находится в верховьях реки Исфара. Согласно заявлениям Бишкека, он является важным стратегическим объектом Кыргызстана. В Душанбе заявляют, что узел построен на таджикской территории. Как рассказали в ГКНБ Таджикистана, виновниками конфликта стали граждане Кыргызстана, подстрекаемые председателем Баткинского района Акалбеком Аразовым. В частности, жители соседней страны оккупировали сооружение и закидали камнями таджикистанцев, которые пытались установить камеры видеонаблюдения на участке. В Бишкеке это заявление опровергли, отметив, что первыми агрессию проявили граждане Таджикистана, обстреляв соседей и с ружей. К обеду 29 апреля ситуация на границе вышла из-под контроля и переросла в перестрелку. После переговоров на высшем уровне было принято решение о прекращении огня и отводе войск, однако перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая. Дипломатически решить конфликт удалось только 2 мая после подписания совместного протокола по делимитации и демаркации границы. Так, стороны договорились, что за ними остаются участки, занимаемые до конфликта на границе. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарии.